Звучит музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Мы... Телеканал... Сказка. Наша сказка. Все сотрудники вас приветствуют. Во-первых, Мишка. Яковсовский. Мишка из Порта-Рика, который нашелся прямо в джунглях. Алло! Алло! Вот, я Михаил Новицкий. И, конечно же, наш... Так, Мишка, садись. Слушай, внимательно. Я вижу Лизанцева уже в эфире. Да, за нами уже следят. За нами следят, ждут очередное приложение Виктора Райчук. Украина с нами, вижу. Владимир Брил. Владимир, привет. Витя Калкал. Симон Маринов. Здрасте. Болгария. Я уже всех выучил зрителей. И что? Это очень радостно, чтобы продолжать следить за историей. Не стреляя. За историей, не стреляя. Естественно, наш оператор Елена Пинчук. Она тут как тут. И... Да. Это она. Вот. И будет следить за тем... Алла Владимировна, Аллочка. Привет. Доброго. Виталику привет. Вечера. У нас в Петербурге, по большому счету, в солнце только-только зашло. Ну что ж. Сказка так сказка. Дорогие. Ларионов Сергей. Да? Лермонтов. Лермонтов. Привет. А на чем мы остановились в предыдущий раз? В прошлый раз была передача номер 7. И мы остались героями в следующем положении. Значит, наш любимец не стреляй. Который защищает леса, поля и горы, зверей лесных. И не только от браконьеров всяких. Попал в город и защищал сквер. Защитил его-то, защитил. Но получилось так, что защитники города оказались в тюрьме. Их там пытали полицейские. Маська, щенок не стреляй в сквер. Убежал из избушки лесной в город искать лесника. Все лесные жители, там, медведи, лоси, побежали в город тоже искать лесника и маську. В общем, переполох случился. А начальство стало сваливать эту проблему друг на друга. Полицейский Тупилов, майор, обвинил Петрова, министра. Нет, Иванова. Иванов Петрова, Петров Сидорова. А Сидоров позвонил наядничать самому министру Паукину. И причем все они, Иванов, Петров и Сидоров, надували в это время, во время этого переполоха, надували рыбу. Резиновую рыбу. Знаете, такие вот, как называют, резиновые игрушки. Так вот, Иванов, по-моему, надувал карасянок. Вот, Петров надувал этого плеща. А Сидоров надувал большую, огромную, во весь экран, нет, даже больше, видите, не помещается в экране у меня. В общем, такую большую щуку резиновую. Зачем он это делал, вы сейчас узнаете. Итак, мы остановились на том, что несчастный Сидоров, которого хотели посадить в тюрьму, за безобразие, что гуляют лесные жители, звери по городу, вот он пожаловался самому министру Паутину. Вот на этом мы остановились. А Паутин в это время как раз собирался на большую рыбалку. Вернее, собирало все министерство. Оно на великую рыбалку величайшего министра Паутина. Охрана нервно проверяла бронежилеты и оружие. Гримеры рисовали Паутину лицо. Там рисовали загар ему, брови, щеки там, лоснящиеся. Подкладывали какие-то ватные штуки там под плечи, ну чтобы он плечистый был. Вот. Снимали все пушинки с рыбалового костюма. Тут же суетились повара, секретари, всякая другая прислуга. Вот все суетились, всех хотели участвовать в этом деле. Телеоператоры готовили телекамеры, протирали там стеклышки, чтобы снять великую рыбалку супермена, главного супермена страны. И все журналисты, друзья, представляете, заранее знали, не понимаю почему, они все заранее знали, что сегодня министр Паутин обязательно поймает большого карася, леща и огромную щуку. Откуда они это знали? Я не понимаю. И вот в этот самый напряженный момент позвонил этот самый Сидоров Паутину и говорит. Видите ли, господин главный министр, я тут ни в чем не виноват, что лесные звери бегают по городу. Это все Петров с Ивановым сделали. Они распустили зверей и на меня все свалили. Каких зверей Сидоров? Отвечает ему Паутин. Ты что, белины объелся? У нас сегодня по плану рыбалка, а не охота. Сегодня нам звери не нужны. Надо надувать, не надо надувать зверей. Сегодня по плану рыба. Нужен карась, лещ и щука. Слышишь, Сидоров? Нужна большая, очень большая щука во весь экран. Рыба готова? К-к-к-к-к-к-к Готова? Ну тогда тащи её на исходную позицию к речке А со-с-с-с-с-с-с-с-с-с-со-с-с-с-соверями что делать? Зверей сдуть И на склад Но-но-но-но-но Ни каких-но, Сидоров Скоро начало съёмок А в это время, друзья мои Усталые, не стреляй Таня и Маська, после того, когда они, помните, спасли золотую рыбку, они уснули на берегу речки на скамейке. И вот как назло, именно здесь, у этой речки, где уснули наши друзья, Паутин назначил свою рыбалку. Глупый министр хотел прославиться на весь мир. А там угловом карася, леща и огромной щуки. И первым на место съемки прибыли паутинские охранники. Эти служаки проверяли, не готовится ли какая-нибудь засада, или какое-нибудь другое действие, злодействие, супротив их драгоценного министра. Очень уж им хотелось отличиться. Каждый хотел найти шпиона какого-нибудь, бомбу, нож или хотя бы держал их гвоздик, чтобы получить премию или повышение не по службе. И вот крадутся эти ящейки по пляжу и смотрят. Таня не стреляет, Мася спят на скамейке. Зашипел начальник охраны, радостно потирая руки. Это явно шпионы! Окружай их, растягивай сеть, набрасывай и раз! А в полицейском участке в это время шла работа своим чайдом. Майор Тупилов, помните майор Тупилов? Так вот, майор Тупилов допивал свой кофе, а в углу у окна коротал службу и фрейтор Попадуха, ну тот, который браконьер был. Он нашел в себе занятие по душе. Он мучил котенка, которого недавно привезли в полицию, как находку какие-то прохожие. Ну прохожие, нашли котенка и принесли в полицию. Ну мало ли, в окна идет с хозяином. Но зря они это сделали. Потому что Попадуха, браконьер, от нечего делать стал издеваться над малышом. Сначала полицейский взял ножницы и постриг котенку усы. Потом стал размышлять, что бы еще такого веселого ему сделать с животным. И придумал себе дело. Придерживаясь за хвост, он как бы отпускал малыша. А потом, когда котенок делал пару шагов, он тянул его обратно к себе и смеялся. Котенок, наконец, вырался и залез под сейф. Попадуха сунул под сейф руку, чтобы достать котенка. Но котенок дал бой. Он укусил, поцарапал ладонь и укусил за пальцы полицейского. Ефрейтер обиделся. А к тому времени майор Тупилов, ну коллега в Попадуке. Закончил. Начальник. Начальник, да. Начальник Попадуки закончил пить кофе. И говорит ему, брось ты попа этого кошака. Подружески, посоветовал майор. Пусть он там посидит, после смены поймаем животину. И утопим. Зачем тут всякую инфекцию разводить? Блок всяких. Переведи-ка ты лучше ко мне на допрос эту красотку. Жену Смутьяна. Григорьеву, что ли? Уточнил Попадука. Григорьеву, Григорьеву, да поскорей. Полицейские вели мадам Григорьеву. Ну это защитников сквера. И пиво ухмыляясь удалились. Ефрейтор Попадука тоже покинул кабинет. Григорьева и Тупилов остались наедине. Ну вот что, голубушка, поигрывая наручниками, сказал полицейский. Давай. Чего давать-то? Поинтересовалась мадам Григорьева. Давай первым делом протокол подписывай. Подписывай по-хорошему. А что это протокол такой интересный? Поинтересовалась мадам Григорьева. Хорош протокол. Правильный. Тут сказано, что твой муж Григорьев не любит и ругает паутина. А это значит, что Григорьев твой предатель родины, подлец и мерзавец. Что? Что, образина толстомордая, ты сказал про моего мужа? Ты кого мерзавцем обозвал? и Григорьева влепила тупилову такую плюху, что он аж под стол залетел. Майор никак не ожидал от столь миниатюрной дамы такого экстравагантного поведения. Он же не догадывался, что мадам Григорьева мастер рукопашного боя. Долгие годы она тренировалась на собственном муже во время домашних ссор. Так что кулачок у мадам Григорьевой был. Ого! Не успел тупил подняться на ноги, как в кабинет с криками «Разжите воде! Разжите доложить!» Бежал попадука и замер от удивления, увидев своего начальника на четыреньках под столом. Вот такое. На этом мы сегодня остановимся. Что попадука доложил и как развивались дальше события вы узнаете в передаче номер восемь. Пардон. Девять. Девять. Тоже была передача номер восемь. Что бы я делал без нашего оператора эфира Елены Пичук. А с нами передача номер восемь смотрели Микола Зюков, Ольга Хорок, Казбек Айтукаев, Вероника Лига, Наталья Бондарец, Ольга Вершинина, Ефим Вайнер, Диана Ретинская, Владимир Гнетко, Дмитрий Белик, Сергей Феодоровский, Стас Почебут. Весь мир с нами Америка, Украина, как всегда с нами, Италия. Италия, да, Вероника, это Италия. Я думаю, что многих мы еще не опознали. А кто-то был из Москвы, интересно. Москвичи были. Вот. А почему интересуется Москвой наш оператор эфира для Ретинчук. Наше все дело в том, что оказывается 1 мая у меня в Москве будет встреча с москвичами, с любимыми москвичами. Сначала она будет в Сахаровском центре именно 1 мая. Такая будет гражданская. Я буду петь про экологию, про то, что надо быть людьми. А 2 мая будет такой лирический концерт для любимых сольный концерт. он будет проходить в клубе книжном клубе Гиперион. Гиперион. Это где-то будет находиться Хохлядский переулок. Хохловский. А, Хохловский. Хохловский переулок. Ну, еще можно его переименовать в украинский. Но мы все равно и по-любому это место любим, потому что там именно книги, зал и интеллигентная публика. Любимая публика. Она уже звонит, она уже беспокоится. В интернете найдете информацию. Можем даже с кем вот сюда информацию. Потом завтра... Так вот там, москвичи, у вас есть шанс получить книжку про не стреляя. Вот такая она. Но нужно ее предварительно заказать. Да. Чтобы нам не брать... Это Карлуша. Вот Карлуша, а вот не стреляй. Вот они будут в Москве навстречу. Это обидно. А не могут быть. Могут быть, если вы закажете. Так? Дальше. Завтра петербуржцы. Ждите. Мы вас встречаем на Лиговке. Лиговский проспект 81. Это клуб Венилоскальпеди. Мы жахнем с электрическим составом. Хороший, полноценный, весенний концерт. 14-го 14-го мы покажем Маленького принца в библиотеке номер 1 на Типаново 29. 19-го мая мы покажем тоже Маленького принца на Фонтанке 32. Это Дом детского творчества. ДТТ буквально. Мало того, через 40 минут мы встретимся с вами в программе песня номер 21. Песня 21. Вот. И я спою хорошую весеннюю песню. Вот Вероника Лига спрашивает. Гениально. Утирают слезы. А первые части где можно посмотреть? Значит, первые части можно посмотреть в Ютубе. Можно посмотреть все видео мы выкладываем в Ютуб. И там есть такой плейлист, который называется Наша сказка. Вот. И там же можно найти выкладываем в бумажном виде текст того, что произошло предыдущих серий. Ну, там не везде шли. Да? первые части мы не выкладываем. Первые не выкладываем, но, по-моему, седьмое, восьмое. Ну, короче, посмотреть можно в Ютубе. Все части там есть. Там везде подписывайтесь на наш канал. Там везде Мишка сидит, подслушивает. Вот. Не подслушивает, а слушает вместе с нашими детишками. Вероника Лига хочет книжку в конце мая. Ну, я догадываюсь, что с Вероникой мы встретимся и споем. Только на испанском, наверное, не на итальянском. Вот. Вот. Такие все новости, друзья. Я думаю, что я заболтался. Смотрите через 40 минут песню в 21. А пока тем, кто ложится спать, как говорил наш земляк Виктор Цой, спокойно, вышна. А тем, кто не ложится спать, мы ждем вас в песне 21. Отмечайтесь там, чтобы мы понимали, кто был, кто с нами. Если есть вопросы, задавайте их. Ну, все. Пока. Пока. А, понимашки, понимашки, понимашки. Субтитры создавал DimaTorzok